Для нас, для Гарри, наш результат, наш успех – это совокупность многих вещей. И поддержка власти, и постоянное с ним взаимодействие, и поиск партнеров, и некий конструктивный диалог с нашими коллегами в разных регионах Московской области для обменного опытом. Поскольку, ну, не секрет, что разные хозяйства используют разные технологии. Проходят разную сертификацию. Нам хотелось обменяться опытом, поделиться своим, чему-то научиться у своих коллег. Понять, как мы вместе дальше будем двигаться для того, чтобы обеспечить наших жителей, наших клиентов качественной продукцией. Например, мы являемся производителями первого в России органического молока под брендом «Это лето». В наших планах расширять ассортиментные линейки. Недавно мы выпустили прекрасный йогурт, который высоко оценен потребителями. Мы сегодня находимся буквально во всех известных сетях Москвы и области и планируем расширяться. Мы небольшое производство, но, тем не менее, для нас во главу угла стоит именно чистота продукта, а не его себестоимость, не его какое-то удешевление. Процессы для нас тоже важны, но все-таки соблюдение концепции именно органического производства для нас первостепенно. Наш производство сертифицировано именно по европейскому стандарту. Наши инспекторы из Швейцарии посещают нас на ежегодной основе, поэтому мы дорожим нашим сертификатом, мы дорожим нашим продуктом и имеем полностью замкнутый цикл производства. От заготовки кормов для наших животных, до переработки молока и доставки его до полки магазина. Мы планируем расширяться в производстве наших органических продуктов. Мы сегодня имеем несколько хозяйств Московской области. На одном из них делаем наши органические молочные продукты под брендом «Это лето». Наша аудитория растет. Зачастую это либо семьи, которые ожидают деток, либо семьи, в которых детки эти недавно появились. Это связано не просто с потреблением органических продуктов, это связано с изменением некой психологии в целом. Люди начинают вести здоровый образ жизни, люди начинают внимательно относиться, что они кушают, как они живут, где и как они проводят время. То есть это совершенно новая психология отношения. И аудитория, категория этих людей от года в год растет. На этом форуме мы, конечно, нашли для себя многие ответы и в части поддержки со стороны государства, и в части будущего Агрокомплекса России в целом, и органического развития в частности. Я думаю, что потенциал России как Агрокомплекса все-таки именно в небольших хозяйствах, потому что благодаря именно этим хозяйствам мы можем получить значимый рывок в отрасли в целом. На мой взгляд, именно с помощью небольших хозяйств можно обеспечить высококачественное производство продуктов, будь то молокопроизводство, будь то животноводство, овощные и растительные культуры. Я думаю, что потенциал, прежде всего, именно в них, в этих небольших фермерских хозяйствах, которые в первую очередь сейчас нуждаются в поддержке.